Наша музыка. Наша. Наше утро отправилось в Петрозаводск. Самолет красный, маленький, бомбардье. Офигительный самолет, новенький, маленький, уютненький и очень мало народу. А вот наш маленький самолет приземляется в аэропорту города Петрозаводск и нас встречают наши коллеги. Наша радио Карелия. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы здесь, мы прилетели, Павел. А потом нас привезли в гостиницу в районе, который называется Галиковка. Одна из местных достопримечательностей на ваших экранах – это деревянный магазин. Деревянную церковь Руси. А еще мы выяснили, где сказка о Деде Морозе. Сямозеро – излюбленное место уединения белобородого кудесника. Вот он, белобородый кудесник. Вот его гости. Зачем мы, собственно, поехали в Петрозаводск? Наша радио Карелия отмечала десятилетие в эти дни, и мы были желанными гостями на этом празднике жизни. Мы приехали на телевидение, где нас угощали настоящим карельским бальзамом и даже рассказали, как правильно его нужно употреблять. Есть коктейль для музыканта по-карельски. Небольшая стопочка, виноградинка, наливается карельский бальзам, наливается лимонный сок, и потом наливается морошковое. Лимонный сок имеет другую плотность, и они не смешиваются. И все это выпивается, и заедается виноградинкой. И прекрасное послевкусие. Бум! Ну как? Хорошо пьется. Посмотрите, как у нас прошел эфир. Татьяна сидела в радиорубке, а мы с Вахтангом сидели в телевизионной студии, и у нас состоялся телерадиомост. Привет, друзья! У меня в студии Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Очень рады вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Это не правда. Это Дауни старший и Дауни младший. Да, давайте вспомним концерт, который открывала местная группа... Истинный облик! Первыми поздравить наше радио с десятилетием вышли музыканты петрозаводской команды «Истинный облик». Словно гром среди ясного неба прозвучало поздравление от барабанщика группы «Знаки». Поздравить наше радио оказалось делом чести, ведь имена, которые на устах у миллионов поклонников в нашей стране, стали известны во многом благодаря нашему радио. Наше радио, на самом деле, это, наверное, первая радиостанция, куда мы попали в жесткую ротацию. И, несомненно, мы сотрудничаем. Большое влияние оказывается эта радиостанция на вообще на все постсоветское пространство. Рок-музыку, наверное, пожалуй, толкается только вы. Специально ради десятилетнего юбилея нашего радио в Петрозаводске утренние эфиры отложили московские диджеи. Праздник вели Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. Первый раз в Корею. Нам все очень нравится. Дико позитивный, классный народ. Я надеюсь, что нам еще сегодня покажут систему. Это самый главный секрет. Покажут ли нам сиськи? Потому что мне кажется, что это очень сложно. Петрозаводская публика приятно удивила московских гостей. А на следующий день нам устроили замечательные экскурсии. Нас возили на водопад Кивач. Очень красивое место. Одна из главных достопримечательностей Карелии. Во всяком случае, мне там очень понравилось. Говорят, что самый большой равнинный водопад в мире. Второй. После Австрии. О, посмотри. Мы ходили, снимали, фотографировали. А с собой мы взяли... Морошку взяли. Морошку взяли. Настойка прекрасная. Ликерчик. Каковы вкусовые ощущения? Очень вкусненько. После водопада мы продолжили неофициальную часть. И поехали в самый крутой ресторан города Петрозаводска. А там нас ожидали настойки, наливочки. Оланецкая, Удалецкая, Охотницкая, Лесной Чар. Ну а в горшочках у нас кто был в горшочках? Молочный медвежонок. Вот эти самые... Калитки. А, калитки, точно. Калитки. Такие пирожки открытые, финно-карельские, специальные. С картошкой и с пшеном. Очень вкусные. Ну а потом мы поехали на эфир. Нам запомнился, конечно же, звонок местного жителя, который нас звонивает каждый день на наше радио Карелия. Его зовут Виктор. Фамилия у него в узких кругах пирожков. Вы знаете, мама ждет вас на борщ с пампушками и на сырники с варениками с вишней. Я больше не могу сегодня есть вообще. Вы знаете, Танечка Борисова, Павел Картай, Завоктан Макарадзе, от вас такая энергетика идет. Вот когда вас мама Анина Дмитриевна слышала Васильева, мы плачем. Вот так хорошо мы оттянулись в городе Петрозаводске. Карелия, это было круто. Спасибо. Спасибо. А я хочу сказать спасибо нашему радио Петрозаводску, потому что это отличные ребята, они от нас очень заботились. И вообще городу спасибо очень мило, нам очень понравилось. И мы надеемся, что приедем туда еще разок. Нажел. Продолжение следует...